В Казахстане по официальной статистике больше 740 тысяч инвалидов, из них 175 тысяч дети. Именно они особенно остро нуждаются в поддержке. Об этом говорили сегодня в Алматы за круглым столом представители общественности города Кемата и социального фонда Казахстан-Халкена. Было решено объединить усилия, чтобы содействовать развитию инклюзивного общества. А результатом встречи стало подписание меморандума о сотрудничестве между фондом Казахстан-Халкена и Кематом города. Индира Розалинова продолжит. Фонд Казахстан-Халкена за полгода своего существования оказал помощь жителям страны на сумму, превышающую 10 миллиардов тенге. Ее получили больше 40 тысяч казахстанцев. Это и лечение, и образовательные гранты, и создание условий для развития детского спорта в регионах. Но есть категория населения, которая нуждается в специальной поддержке. Это особенные дети и их родители. Внесли конкретный ряд предложений по переподготовке родителей педагогическим, социальным, медицинским специальностям. В дальнейшем также закрыть дефицит квалифицированных кадров в государстве, потому что коррекционные центры необходимо открывать, мини-коррекционные центры. Мы же предлагаем тысячи родителей, сидящие с детьми дома. Они могут, они морально 24 на 7 уже привыкшие, и им нужно только помочь, поддержать, получить специализацию. Если бы родители особенных детей обучали основам дефектологии, логопедии, лечебной физкультуры, то и государству была бы польза, говорит Рауана Сагадиева. Также необходимо открывать инклюзивные кабинеты в школах, особенно в селах. Наша задача, прежде всего, организационная поддержка. Находить именно тех людей, которые специализируются, экспертов, потому что мы находимся на местах, и мы больше знаем нашу публику. Поэтому вот такая вот, мы считаем, что большая помощь со стороны Акимата будет оказываться. Председатель правления общественного социального фонда «Казахстан-Холхна» Булат Жамишев рассказал участникам встречи, что фонд готов подключиться к таким программам. Индия Раура Залинова. Итоги дня Алматы.